приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы как и обещали после того как приготовили краковскую колбаску если вы не смотрели видео как мы ее готовили я оставлю ссылочку в описании и в конце видео будет конечная заставка очень классная колбаска но не об этом пока готовили краковскую колбаску я рассказывал что как это стимулом для ее приготовления для меня было то что я вспомнил польский бигас и в предыдущем видео обещал что мы его приготовим начал ну мы с Ларисой обычно готовим все по вкусу но тут немножко наши мнения разошлись начали искать рецепт рецепты выяснили что бигас это вообще не сугубо польское блюдо что она в основном прибалтийская в польшу его привез там в процессе какой-то из польска проценте какой-то польско-литовской войны привез какой-то польский король меня очень повеселила из википедии ссылочка не ссылочка запись я специально распечатал потому что повторить такого не смогу готовое блюдо имеет густую консистенцию слегка кисловатый вкус и запах копченостей подают бигас горячим с хлебом белым или черным зачастую под водку но подводку так подводку это меня очень сильно порадовало поэтому сегодня готовим бигас но для приготовления нам понадобится казанок в принципе можно обойтись и кастрюлькой но в казанке будет получше естественно понравится капуста вообще все ингредиенты вы найдете в описании видео но я сейчас вкратце расскажу немножко квашеной капусты немножко свежей капусты теперь о мясной части тут можно импровизировать мы готовим польский вариант бигаса самый вот самый наваристый самый такой насыщенный поэтому для приготовления взяли два вида мяса немножко говядины немножко нежирной свинины и тут у нас три вида копченостей копченый бекончик вот такой вот мясной мясной краковская колбаска еще какая-то домашняя колбаска да копченая по большому счету можем обойтись только мясом так готовят можем обойтись только колбаской так тоже готовят можем взять там один вид мяса и один вид копчености у вас все равно получится вариантов приготовления этого блюда невероятное множество и тут можно пофантазировать главное соблюсти количество если вы любите мясное а если не любите мясное то в принципе можно обойтись одним копченым бекончиком все равно вы получите бигас с характерным вкусом но не сильно мясной мы готовим полный но я считаю своим долгом рассказать что можно готовить там только из свинины только из говядины только из копчености только свинину с каким-то с каким-то одним видом копченостей в общем я думаю что достаточно доступно может сбившего объяснил можно импровизировать также используем сушеные белые грибочки тоже используем опционально потому что готовим самый полный польский вариант немножечко чернослива красное вино красное вино это надугательство вообще в кислую капусту лить красное вино но согласитесь дорогие друзья немножко сливового варенья и по специям обязательно тмин душистый перец и такая специя как фенхель вот именно эти три специи определяют характерный вкус того польского бигаса который мы любим который мы постоянно заказываем когда бываем в польше постоянно где-то пытаемся покушать разные виды в польше очень много таких всяких маленьких тавитоверинок которые готовят два-три блюда там допустим какое-нибудь мяско на гриле и вот такую вот тушеную капусту тоже с копченостями друзья будет вкусно давайте приступим приготовлению все мяско для того чтобы было вкусно так мой главный дегустатор уже тут начинает шатать мне штатив нарежем кубиками где-то примерно размером 2 сантиметра не считай пожалуйста штатив как грибочки пахнет иди на место дегустатора я тебе дам иди сюда иди сюда дегустируй пожалуйста мясо вот бери дегустируй а мы продолжаем врезать мяско друзья чтобы не показывать долго я нарежу сейчас все мяско и вернусь мяско нарезали и приступим к копченостям колбаску нарезаем вот такими вот тонкими тонкими кружочками друзья конечно я когда говорил что специи определяет основной как бы самый самый правильный вкус бигаса я покровил душой еще копчености очень важны копчености потому что в бигус именно пахнет копченостями так колбаска у меня разбегается бекончик да что ж такое стой на месте я сейчас покажу просто как все нарезать а потом уже без видео все нарежу бекончик разрезаем вот так вот ну желательно его использовать такой видите он очень очень мясной и вот такими вот брусочками если он более сальный то можно нарезать меньше но так как у нас мясной сейчас все покрошу и вернусь к вам нарезали колбаску и бекон не смешиваем их потому что в процессе приготовления они будут готовиться по отдельности колбаску отдельно мух нету из-за отсутствия мух бекон отдельно люблю я обожаю вот эти вот сельские такие крестьянские блюда наваристые бульонистые с копченостями с таким ярким ярким вкусом теперь друзья нам надо капусту которая у нас свежим свежая вот так вот тоненько нашим ковать я так шинкую капусту что у меня шли стол трусится в общем вот так вот я все сейчас нашим куем и опять к вам вернемся капустка накрошена отправляем ее в какую-нибудь мысочку чтобы она нам не мешала чик чик а ну-ка капустка полезай в мысочку теперь порежем морковочку разрезаю нашу морковку на две половинки и нарезаем тоненькими полукольцами морковочка порезано чики сюда мы замочили грибочки у нас белые сушеные грибы привезенные с моей любимой гуцульщины можно использовать и свежие грибы на самом деле как я уже говорил можно обойтись и без грибов можно использовать свежие ну и в самом крайнем случае можно и шампиньончики нарезаем их вот так вот как-то естественно белые грибы сушеные мы замочили заранее и вот это вот юшечка в которой мы замачивали она имеет очень классный такой грибной аромат поэтому мы ее выливать не будем естественно мы их промыли перед тем как замачивать после этого замочили минут на 20 горячей водички они вот так вот размокли у нас юшечку теперь оставляем мы ее добавим в процессе готовки все подготовительные процессы на этом закончены ничем и не забыли ловись вроде бы нет там черносливно в самом последнем лариса у меня сегодня за оператора и усмиряет кошку потому что она пытается совершить набег такой как как на великое княжество литовское вот на эту тарелку с мясом друзья приступим к приготовлению сейчас перемещаемся к плите берем наш походный казанок кстати с этим казанком я в молодости можете себе представить таким огромным казанком я ходил в походы он побывал некоторых местах советского союза например с этим казанком я был при эльбрусси такая история у него длинная вернемся к плите грели наш казаночек на сковородке и смотрите друзья мы немножко на дно казанка добавили растительного масла потому что у нас бекон очень мясной я люблю мясной бекон а не сальный вот такой мы приготовили и он не даст как бы но он начнет пригорать если у вас сальный бекон то масло можно не добавлять если такой же как у нас классный домашний мясной бекон то на дно казаночка буквально капельку любого растительного масла которое вы больше любите оливкового кукурузного подсолнечного в общем совершенно любого обжариваем бекон до золотистого цвета до такой красивой красивой золотистой корочки бекончик обжарили жарился он 6 минут добавим теперь грибочки опять включаю секундомер и засекаем сколько обжариваем грибочки через три минуты добавим морковочку и опять запускаем секундомер чтобы узнать сколько мы ее будем обжаривать через две минуты добавляем в бигас наше мяско совсем немножко его разжарь обжарим чтобы она у нас не было таким цельным котлетом а чтобы разделилась на отдельные кусочки буквально буквально две минутки я тут секундомер в это время сбрасываю пока лариса мешает мясо при соприкосновении с поверхностью горячего казана меняет свой цвет то есть она из красного становится серым вот нам надо так чтобы все все кусочки у нас хоть чуть-чуть соприкоснулись с поверхностью казана как бы запечаталась поверхность мяса ну вот пять минут так помешиваем его через пять минут видите все мяско поменяла цвет теперь накрываем его крышечкой и оставляем тушиться на медленном огне мясо будет пускать сок потом этот сок будет постепенно выкипать в общем процедура займет 10-15 минут я опять-таки включил таймер а может больше наверно больше давались до 15-20 минут скорее всего потому что вот по количеству мяса я немножко немножко поспешил сказать 10-15 в общем таймер включен мяско сейчас будет тушиться мы будем за ним посматривать и как только придем к выводу что она готова сразу же покажем вам и озвучим время 25 минут вытушивалась наше мяско настало время его присолить друзья солим по вкусу вкусу каждого разные поэтому вот как раз что касается соли ничего не советую всегда блюдо лучше потом досолить чем сразу пересолить и потом уже ничем не исправишь из специй на этом этапе добавляем тмин и душистый перец фенхель пока не добавляем все это дело перемешиваем до перемешаю пахнет божественно тмин сразу же раскрылся дал запах добавляем сливовая вареница ну в нашем случае у нас не было сливового вареница и мы немножко так сказать смахливали взяли ткемали пусть простят нас уважаемые грузины но вот так вот польское блюдо у нас но это такой лайфхак лайфхак вместо сливового варенья можно использовать ткемали но я вам этого не говорил перемешиваем все добавляем половинку вина еще раз перемешиваем закрываем крышечкой и на медленном огне тушим еще пять минут для того чтобы специи вино хорошенько раскрыли свой вкус отдали его мясу через пять минут добавим ой как пахнет божественно добавим копченые колбаски перемешаем и еще где-то минуты три-четыре ну так недолго даже две-три минутки под закрытой крышкой тушим на медленном огне готовим к несению капусту с капустой квашеной не делаем ничего капуста свежая немножко ее присолим опять же таки по вкусу и хорошенько так вы мнем руками чтобы но как бы чтобы ее немножко размягчить размять и будем сейчас вносить ее уже в наш bigos мы готовы поместить в наш bigos капусту без разницы в какой последовательности эту капусту туда отправлять у нас пошла вначале свежая потом квашеная надо гостей приглашать у нас такой казан bigos будет bigos и bigos и причем и так и так правильно правильно и говорить и bigos и bigos но мне почему-то все таки нравится больше bigos bigos туда же зернышки фенхеля и на этом этапе внесем чернослив у нас чернослив сушеный поэтому мы его вносим пораньше чтобы он успел полностью размокнуть и напитаться напитаться соком если чернослив вяленый можно его где-то минут через 10-15 внести до накрываем крышечкой и оставляем тушиться где-то минут на 20 на медленном огне я сейчас тоже засекаю время когда процесс тушения будет подходить концу я скажу какое время это у нас заняло через 15 минут капустку можно перемешать перемешиваем ее с мяском мяско уже утушилась друзья как же она божественно пахнет я вам передать не могу добавляем немножко помните мы юшечки от грибов оставили в которой грибочки замачивали вообще этой юшечкой будем регулировать количество подливки хорошенько перемешали и оставляем еще минут на 15 тушиться на медленном огне но я опять таки засекаю время и скажу точно то есть до первого перемешивания у нас 15 минут прошло прошло 20 минут добавляем оставшиеся вино друзья пахнет просто сейчас слюной захлебнусь настолько потрясающе пустила капусточка сок плюс грибная юшечка которую мы туда добавили вообще потрясающе невероятно слюнки глотаю еще где-то минут на 15-20 опять включая секундомер опять засекаем время оставляем уже это у нас заключительный же уже этап да оставляем тушиться на медленном огне под крышечкой после этого будем дегустировать ну естественно закончим покажем что готова еще через 20 минут наш бигас готов посмотрите какая капустка стала красивая запахи просто невероятные выключаем и даем ему настояться минут 15-20 вот под крышечкой после этого дорогие друзья будем дегустировать пока лариса сервировала бигас и и готовила все для фотографии я решил вам показать еще раз какая красота получилась перед тем как дегустировать и вот это вот фраза из википедии она меня просто приводит в восторг подают бигас горячим с хлебом белым или черным зачастую под водку я сейчас буду дегустировать подводку друзья итак друзья бигас по-польски как рекомендует википедия черный хлеб водки у меня нет есть колгановка попробуем я так проголодался пока мы его готовили потрясающе мяско просто тает во рту вкус копчености очень яркий вообще очень 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 круто очень рекомендую начали википедия так хлеб рекомендовала хлеб никакого акцента не сделал просто я думаю надо было автору что-то написать ну что дорогие наши зрители дорогие подписчики бигас удался желаю вам крепкого здоровья википедия сказала подводку значит подводку желаю чтобы у вас бигас тоже получился всего наилучшего вот водка лучше подходит чем белый или черный хлеб честно поверьте мне дорогие друзья с удовольствием представляем вам отличный рецепт замечательного польского ну и если хотите литовского хотя готовят бигас и в украине уверен готовят и в россии может немножко с другими ингредиентами мы постарались максимально полно раскрыть для вас эту тему на этом наверно все подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить ставьте пальцы вверх если видео вам понравилось ну естественно мы с ларисой будем готовить для вас и снимать для основы интересные видео всего доброго пока